Вот смотрите, это всегда означает ситуацию, в которой присутствует энергия невежества. Понимаете, там, где есть невежество, привязанность становится больной проблемой. Вот, допустим, я привязан к какому-то близкому человеку, да, он мне раз изменил, совершил невежественный поступок, что он мне делает? Что? Улыбаться ему глупо, потому что он предал, и разрушать отношения с ним тоже нельзя, потому что это предательство означает моя судьба, я тоже, видно, меня наказал Бог за что-то там в прошлом. Что делать с этим человеком? Какой ответ? Вы не знаете. Я сейчас вам расскажу. Эти ситуации, вот у женщины была эта ситуация, тоже я сейчас спрашиваю людей, которых тяжелая ситуация, тоже такая же ситуация, когда есть привязанность, но произошло какое-то чрезвычайное событие, да, то есть кто-то ушел из жизни, или человек вошел в невежественное состояние, или то же самое у вас, то есть дочь ведет себя неправильно, она совершила оскорбление серьезное на свою мать, и это оскорбление ввело в ее, в эту невежественную зону. Человек в невежественную зону вот в жизни входит очень просто, надо совершить оскорбление на старшего, или сделать гнусный поступок какой-то, и все, ты уже не живешь как раньше, твоя жизнь пошла по другой колее уже, ты находишься в невежественном пространстве, и все, что с тобой будет происходить, оно не будет иметь никакого адеквата в это время. Итак, в это время вы должны научиться с помощью привязанности к Богу свою привязанность к дочери контролировать, потому что когда человек сильно к кому-то привязан, он не может оставаться спокойным. Вот, допустим, если мне колят в руку, допустим, режут руку, я сильно привязан к своему телу, я не могу оставаться спокойным. Единственный способ контролировать ситуацию, это думать о Боге настолько сильно, чтобы моя привязанность к руке ослабла, а привязанность к Богу окрепла. То есть сейчас дочери делать ничего нельзя и невозможно, и с бывшим мужем сделать ничего нельзя, невозможно. Вам нужно отстраниться от своей жизни сейчас, вам надо погрузиться в духовную жизнь до тех пор, пока вы не начнете контролировать в своем сердце ситуацию. Первый этап вам спокойно становится по отношению к дочери, второй этап, вы начинаете с ней общаться, можете уже влиять на нее с помощью речи. Третий этап, меняется ее восприятие в вас и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok